Девушки отдыхают Глава Минфина Ерейска объявила Можем вообще отказаться по ним платить То есть ситуация более чем плохая МВФ новые займы обещает Но переговоры затягиваются Комитет кредиторов списывать долги не хочет Слишком большая сумма Через газеты и информационные агентства Обращается к властям Украины Приезжайте срочно в Вашингтон Поговорим на что вы дальше жить будете И удивляется ответу из Киева Мы конечно приедем Но сначала хотели бы выдвинуть свои условия Чем такая позиция чревата Предсказать сложно Но европейцы на деле уже показали Что умеют быть жесткими Отказав в помощи Греции Которая грозилась выйти из Евросоюза Если не помогут деньгами Отказали А финны решили ответить референдумом Всенародно решив Нужно ли платить по долгам МВФ уже предупредил Мы считаем это незаконным Мой коллег Кирилл Бранин Считал деньги в чужом бюджете И выяснял Что произойдет Когда страшное слово на букву Д Прозвучит официально На Украине Кредитная карта Когда-то казавшаяся Натальей палочкой Выручалочкой Теперь тянет ее на финансовое дно Долги по кредитке уже давно превысили доходы И как расплатиться Наталья не знает Боится коллекторов И прячет лицо Мне бы хотелось Просто вот Зачеркнуть Забыть Но я знаю Что нарисуются На пороге По телефону Где угодно Какие-нибудь Мальчики с угрозами И буду я должна еще дальше Я не вижу выхода Из этого Из этой ситуации Финансовые проблемы Натальи Как отражение ситуации В украинской экономике Только в миниатюре И с той лишь разницей Что это не Наталья Устроила в своей стране Государственный переворот Развязала войну на Юго-Востоке Назанимала миллиарды И теперь жалуется На неподъемные долги Жалуется своим согражданам Премьер-министр Мы не можем Сегодня себе позволить Обслуживать долги Которые накопились В первую очередь За последние три года А за последние три года Украина получила 40 миллиардов долларов Общая сумма Необходимая на обслуживание Внешних долгов По сути Равна нашим военным расходам 5 процентов ВВП Военные расходы И 5 Обслуживание долга Казалось бы Решение на поверхности Например Прекратить так называемую Антитеррористическую операцию И военные расходы Сразу сократятся Но именно этого Украинское правительство Делать совсем не хочет Единственный способ Удержаться у власти Когда людей нечем кормить И нет никакой перспективы Которую можно показать В качестве светлого будущего Это война Это единственная причина Того Что кровопролитие На Донбассе продолжается Потому что если Это кровопролитие Закончится То власть в Киеве Просуществует после этого Месяц Государственный долг Украины Уже почти 70 миллиардов долларов Это 110% от ВВП страны О том, что дефолт не за горами Говорили уже давно Но на этой неделе Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs Назвали конкретную дату 24 июля На этот день приходится Выплата по очередному купону По еврооблигациям 120 миллионов долларов Даже такой суммы В распоряжении Украинского кабмина нет И вместо поиска денег Глава правительства Ищет виноватых Мы в прошлом году Взяли 9 миллиардов долларов США А вернули нашим внешним кредиторам 14 миллиардов долларов Которые не мы брали Это Януковичу Так широко и щедро Частные кредиторы За три года Выдали 40 миллиардов долларов Выходит виноват Янукович Затянувший страну в долговую яму Вот только по данным Украинского Минфина На который ссылается Сайт подробностей Внешний долг На 1 января 2014 То есть еще при Януковиче Составлял чуть больше 300 миллиардов гривен Спустя год В январе 2015 Когда о свергнутом президенте Уже начали забывать Долг вырос До 611 миллиардов А к 1 июня Перевалил За 900 миллиардов В пересчете на доллары Больше 40 миллиардов И правительство Отчаянно пытается Договориться О реструктуризации Наша цель Сэкономить 15,3 миллиарда долларов Платежей В ближайшие 4 месяца Без этих денег Мы не сможем Обеспечить Быстрое восстановление Экономики Украина должна Международному валютному фонду Нескольким странам И еще частным кредиторам Как раз с последними Договориться не получается И министр финансов С американским гражданством Наталья Ересько Очень недовольна их позицией И даже на сайте Своего ведомства Разместила по этому поводу Официальное обращение К украинцам Владельцы Суверенных Коммерческих Внешних Обязательств Украины Представленные Специальным Комитетом Кредиторов Являются Третьей группой И до сих пор Отказываются Внести свой вклад В восстановление Украины Несмотря на Сложность нашей Ситуации Они 3 месяца Отказывались Проводить Предметные Переговоры Об условиях Долговой Операции Которые Соответствовали Бо Трем Целевым Показателям И позволили Стабилизировать Долговую Ситуацию И предоставили Возможность Экономике Украины Развиваться Наталья Егерейска Говорят Экономисты Похоже Перепутала Кто кому должен Да и проблема Далеко не только В долгах Она стоит в том Что у самого Правительства Нет никакого Эффективного Плана По развитию Социально-экономическому Развитию Страны К сожалению Есть Просто Некие Общие Популистические Общие Заявления Но нету Действительно Эффективного Плана Потому что Заявлены Даже планы О приватизации Которые заявлены На сотни Объектов Они по существу Сейчас означают Для Украины За бесценок Продажу Ключевых Государственных Эффектив Действия Правительства Сводятся В итоге К простой Формуле Где бы Занять Еще Чтобы Обслуживать Старые Долги И пытаться Успокоить Людей Заявляя Что дефолт Они просто Не заметят Хотя Эксперты Уверены Еще как Заметят Будут Заморожены Выплаты Пенсий Заработных Вклад Бюджетникам Прекратится На какой-то Период Зарплаты Выплачиваются Начнутся Массовые Сокращения В бюджетной Сфере Прекратится Финансирование Социальной Сферы То есть Все деньги Должны Направляться На выплату Кредиторам Это при том Что уже сейчас После очередного Повышения Коммунальных Тарифов Многие В стране Оказались Перед выбором Заплатить За квартиру Или купить Продукты Продукты Подорожали Практически В два раза Все Если в прошлом Году Я допустим Внуку Могла Каждую неделю Спокойно Покупать Килограмм Творога То в этом Году Я мимо Творога Прохожу И надеюсь На то Что в саду Дают Два раза День молочный Александр Гладковой Еще предстоит Заплатить Долг За электричество На даче В чем Ради этого Придется Себя отказать Она уже Не представляет Так же Как еще Миллионы Людей Не представляют В чем Заключаются Обещанные Экономические Реформы Если денег В стране Опять нет Объяснить Этот парадокс Даже экономистам Сложно Яценюк же не стал В это время Беднее Наоборот Богаче Яреська Два миллиона Показала Долларов За 14-й год Порошенко Почти 700 миллионов Гривен Показал Своих статков Доходов За 14-й год То есть Они же Не стали Банкротами Страна стала Люди стали А они нет Значит Надо их просто убрать Потому что Они воруют И живут для себя Значит Они клептоманы Политические Реформы Проходят На Украине Похоже С еще Меньшим Успехом Чем Экономические Изменения В конституцию Страны О которых Ясно Сказано В минских Соглашениях На деле Превратились В профанацию И предложенные Президентом Порошенко Поправки Не учитывают Предложений Самопровозглашенных Республик К сожалению Здесь наблюдается Имитация Со стороны Украины Так до сих Пор Нет никаких Предложений Ни по вопросу Выбора Ни по вопросу Конституционной Реформы С их стороны Несмотря на то Что Верховная Рада Уже что-то там Рассматривает И принимает Какие-то решения Которые нигде Не обговаривались Нигде не обсуждались То есть Собственно Идет процесс Так вот Самостоятельного Законотворчества Который Выходит за рамки Минского процесса Получается Даже подписав документы Свои обязательства Украинские власти Выполнять не готовы И это По словам экспертов Уже похоже На дефолт Политический До сих пор Непонятно Каким образом Порошенко Будет исполнять Минские договоренности До сих пор Ничего не ясно С децентрализацией Которая была заявлена И до сих пор Нет решения Гражданского конфликта На Украине Который уносит Жизни людей И в этой связи Можно сказать Что помимо Экономического дефолта Который является Возможно Делом Недалекого будущего Политический Дефолт Уже на самом деле Наступил И можно только Поздравить с этим Нынешнее украинское Руководство С деньгами Все гораздо яснее Их нет даже На закачку газа В подземные хранилища В этом Киев Рассчитывает На помощь Евросоюза Который справедливо Переживает за Бесперебойный транзит Топлива зимой А значит Сколько-нибудь даст И может Чуть-чуть останется Вопрос лишь в том Как долго Европейские И американские Друзья Украины Будут поддерживать На краю пропасти Ее Нежизнеспособную экономику Ответ появится Уже меньше Чем через месяц Кирилл Брайнин Надежда Каширская Сергей Кузнецов Александр Продолжение следует...